Всем привет! Сегодня будет особенный обзор, в котором я покажу вам продукты нового бренда, которые скоро появятся в Золотом Яблоке. И это продукты от Astra Beauty, итальянский бренд. Все продукты произведены в Италии, поэтому погнали покажу вам, что мне прислали и на что в ближайшее время будут отзывы. Здесь, как всегда, идет такая вот открыточка с основной информацией, с потрясающей девушкой. Я не знаю, итальянка она или нет, но выглядит прекрасно. Вот такой небольшой рекламный проспектик, сделанный с любовью в Италии. Я уже быстренько посмотрела, что мне прислали, но сейчас сделаю более подробные свотчи, разберем с вами каждый продукт. Первое, это, конечно же, вот такая вот потрясающая палетка. Кстати, забыла сказать, что все эти продукты из натуральной линейки, обновленной новой линейки в бренде Astra Beauty. Посмотрите, здесь очень большой объем продукта, 15,5 грамм. Опять же, сделано в Италии. И я не вижу здесь в составе талька. Абсолютно потрясающие оттенки, посмотрите, вау! И я уже представляю, какие красивые, такие свадебные, нюдовые, софт-глем макияжи можно с ней сделать. Держалась и посвотчила парочку оттенков, именно шиммерные из этой палетки. А вы знаете, эти оттенки очень напоминают мне тени Тумфорд. Вот это вот мягкое такое сияние, которое, скорее всего, не будет подчеркивать текстуру века, но это мы еще посмотрим. Палетка, на мой взгляд, просто звезда. Просто звезда этой линейки. Я не знаю, есть ли она еще в каких-то оттенках, но здесь абсолютно все, о чем я могу мечтать. Посмотрим. Также тушь для ресниц Астра Бьюти. Как я вижу, у меня тушь объемная. Всегда смотрю объем продукта сразу, 10 мл, это очень хорошо. На 90% натуральный состав. Что еще можно здесь посмотреть? Во-первых, оттенки, то есть она будет черная. Опять же, сделана в Италии и хранится 6 месяцев после вскрытия, собственно, как и большинство туши. Давайте посмотрим на щеточку. Как я вижу, тушь имеет кремовую, такую немножко суховатую текстуру. Скорее всего, она будет действительно придавать очень классный объем ресницам. Запах очень приятный. Я ощущаю воски, немножко какого-то силикона, но запах у туши, которая будет смываться теплой водой. Поэтому очень интересно ее потестить. Также в дополнение к макияжу глаз вот такой вот карандашик в дереве, тоже из натуральной линейки. Какой же это оттенок? Оттенок 02, вот такой вот коричневый. Здесь 1,1 грамм продукта. Вот такой вот шоколадный оттенок. Очень красивый, я думаю, что с его помощью будет удобно рисовать такие легкие растушеванные стрелочки, и он идеально подойдет для палетки. Также вот такой вот двойной кремовый карандашик для бровей и вообще лица. Это тот самый продукт, который сейчас все используют в ТикТоке для матового такого белого хайлайтера на носике. И здесь с одной стороны вот такой вот сияющий карандашик, с другой стороны он матовый. Вот сочи, мне очень нравится вот этот бежевый оттенок, да и в принципе и хайлайтер тоже потрясающе выглядит. Для глаз прям находка. И я думаю, что можно будет использовать и в качестве базы под тени. Ох, сияющий оттенок вообще просто потрясный, такой оттенок шампанского. Вот такой вот консилер, мне безумно нравится упаковка, когда много пластика прозрачного. Это выглядит так чисто и красиво. Оттенок 0.1, то есть самый светлый по идее. 5 мл, очень хорошо для консилера и хранится 6 месяцев после вскрытия. Сделано также в Италии и протестировано дерматологами. Очень-очень здорово, просто упаковка любовь. Очень удобный аппликатор, такой немножко скошенный, узенький. И я уже могу сказать, что у консилера будет очень хорошее покрытие, но при этом и не суперпигментированное. То есть подойдет и для зоны под глазами, и для перекрытия каких-то нюансов на лице. Поэтому, конечно, посмотрим. Аромат тоненький, очень приятный, не думаю, что он будет кого-то смущать. И оттенок слегка желтоватый, что поможет с тем, чтобы скорректировать красноту и какие-то потемнения под глазами. Интересно будет посмотреть на стойкость и будет ли он сушить зону под глазами. Дополнение к консилеру у меня также банановая пудра, которая, как я понимаю, является неким бестселлером бренда. Она вот такая вот желтоватая, но пока что меня это не смущает, потому что, как правило, и вообще, поскольку она минеральная, скорее всего, она будет именно цветокорректирующая. Опять же, сделана в Италии. А скорее всего, она будет прям прозрачной. Потому что вся линейка, вообще вся линейка Pure Beauty, она направлена на то, чтобы сделать именно натуральный, естественный, легкий, такой воздушный макияж, clean girl makeup и все в этом роде. В составе нет талька. И мы видим с вами майку, что, скорее всего, придаст этой пудре немножко сияния. Ну и, собственно, также будет небольшая защита от солнца. Ну, более подробно я, естественно, разберу обязательно состав в своем отзыве. 11 грамм продукта, что очень хорошо для пудры. Хотела вам также показать, что, вот, допустим, легендарный HD пудр от Make Up For Ever здесь всего 8,5 грамм. Хотя упаковка выглядит намного больше, чем у Astra Beauty. Жила ее сразу при вас открыть. Мне очень нравится, что здесь такая милая малюсенькая пуховочка с шелковой лентой. Очень-очень милая, очень мягкая такая. И вот, собственно, пудра. Здесь у нас все заклеено. Вот такая упаковка. Я обычно немножко приоткрываю и вот эту следу оставляю для того, чтобы у меня пудра не просыпалась из упаковки. Я уже нанесла немного пудры вот сюда вот на эту часть, где я делала свочи. И мне очень нравится, что есть ярко выраженный блюринг эффект. То есть, скорее всего, эта пудра будет финишная, и она будет создавать такой HD эффект на коже. Посмотрим, как хорошо она будет матировать. Пуховка просто прелесть. Уже плюс жирненький есть здесь с ней. Вот, и эффект мне тоже очень нравится на коже. Она абсолютно полупрозрачная и будет только слегка корректировать красноту за счет своего желтоватого такого бананового оттенка. Я бы даже сказала ванильного. Также я очень люблю карандаши для губ абсолютно любых оттенков. В данном случае у меня тоже сделан в Италии. У меня оттенок номер 03. И я сразу после того, как открыла карандаш, я могу сказать, что у меня нет в коллекции ни одного карандаша для губ с подобным оттенком. Во-первых, я уже сразу могу сказать, что я буду его использовать на глазах. Потому что посмотрите, какой потрясающий теплый коричневый оттенок. Как он вообще легко нанесся, насколько он пигментированный. И я уже вижу, как буду использовать его с нюдовыми помадами. В общем, не терпится написать уже отзыв. Постараюсь их сделать все максимально быстро, чтобы у вас было общее представление о бренде, что брать, что не брать в золотом яблоке. На десерт я оставила мультифункциональную мозаичную пудру для лица, которая сочетает в себе и бронзер, и румяна, и хайлайтер. Посмотрим, сколько здесь грамм. Ого, господи, 8 грамм. Италия. Здесь есть тальк в составе, но я понимаю, почему. Поскольку эта пудра идет как супер многофункциональная, она предполагает нанесение и на декольте, и призвана как бы матировать и выравнивать кожу. Вот так она выглядит. Здесь, как мы видим, есть такие небольшие сияющие частички. Я ее даже еще не свочила. Просто даже жалко прикасаться к этой красоте. Я попыталась сделать свочь каждого оттенка в отдельности. Я полагаю, вы понимаете, какой оттенок мне из этих всех нравится больше всего. Конечно же, этот серый. И я не ожидала, что на самом деле они настолько пигментированы, что их даже видно на своче. И мне очень нравится, что вот этот персиковый такой коралловый оттенок имеет сияющие частички. Собственно, вот так вот натурально выглядит общий своч. Не уверена, что его хорошо видно. Но хочу обратить внимание, что действительно пудра очень здорово подсвечивает кожу. И мне нравится, что действительно можно будет использовать ее и на глазах в том числе. То есть, возможно, вам даже и не понадобится палетка теней. Потому что здесь есть все, чтобы подчеркнуть оттенок глаз. И даже, возможно, вот коричневым оттенком нарисовать стрелку. Этим сероватым выделить складку. Для голубых, зеленых глаз вот этот оранжевый подчеркнет оттенок. И вот этот розоватый тоже очень здоровский для высветления века. По моим наблюдениям, обычно, когда новый бренд появляется в золотом яблоке, на него есть здоровские скидки, поскольку пока люди еще, да, не распробовали его, не знают, что это. Поэтому я очень рекомендую присмотреться. Еще более так досконально рассмотрим в моих отзывах каждый из продуктов. Пишите, какой вам понравился больше всего. Я могу сказать, что я в восторге от палетки теней и от румян. И очень интересно будет еще также потестировать пудру. Собственно, спасибо за просмотр и пока-пока.